Первое письменное упоминание о местности с названием Вохна появилось в Духовном завещании московского князя Ивана Калиты в 1328 году. Ярким моментом в истории Воханской земли стали успешные боевые действия местного народного ополчения во главе с Герасимом Куриным против французских частей, занявших в сентябре 1812 года Богородск. Воханское ополчение числом более 5000 человек, включая 500 конных, с помощью небольшого отряда павлоградских гусар разгромило эскадроны французских фуражеров и обратило их в Бекск. Тогда же неприятелем был оставлен Богородск, а затем и Москва. 2 июня 1844 года по ходатайству крестьянских сходов царь Николай I издал указ об образовании заштатного города Павловский посад. Прошло еще полвека, и наш город стал известным центром текстильной промышленности. Знаменитые Павлово-Пасадские платки прославили его на весь мир. И россияне, и иностранцы высоко оценили плат узорный. Он привлекает яркими красками и тончайшим растительным орнаментом, где часто присутствует роза. Своего рода символ Павлово-Пасадского платка. Здесь, на высоком левом берегу Вохны, историческая точка отчета образования Павловского посада. Именно здесь Дмитрий Донской поставил первую церковь в память о Куликовской победе. Не было бы церкви, не было бы и села, а не было бы села, не было бы и нашего города. Поэтому очень символично, что наша воскресенская колокольня украшает нынче герб Павловского посада. После Октябрьской революции Павловский посад из-за штатного городка превратился в быстро растущий фабричный центр. Осенью 1941 года платочные фабрики перешли на выработку более плотных и тяжелых тканей для плащ-палаток и мундиров. Шелковые предприятия освоили изготовление парашютного полотна. Многие Павлово-Пасадцы смело и мужественно сражались на фронтах. С переходом к мирному строительству все предприятия города снова стали изготавливать свою традиционную продукцию. И уже через два года после войны промышленность превзошла довоенный уровень и продукция стала экспортироваться в 33 страны мира. Крупнейшим градообразующим предприятием советского периода был завод «Экситон». Тогда он назывался «Конденсаторный». Кстати, один из первых советских персональных компьютеров БК-0010 и БК-0011 были разработаны и создавались именно на «Экситоне». Крупнейшие предприятия района – это комвольное производство и Павлово-Пасадский шелк. Шелка, созданные Павловскими ткачами, широко использовали при реставрации таких всемирно известных ценностей, как Георгиевский и Владимирский залы Кремля, Кремлевский дворец съездов, Эрмитаж, Петродворец и Большой театр. Платочная мануфактура – одна из самых известных и крупных в городе. Здесь выпускают более 200 видов платков, шалей и шарфов, только из натуральных материалов – шерсти, хлопка и шелка. Современный девиз производителей – «Цветы России на ваших плечах». Огромный вклад создателей Павловского платка в развитие национального самосознания оценила и Русская Православная Церковь. Результатом стала канализация одного из основателей платочного производства – Василия Грязнова, как праведного Василия Павлопасадского. В нашем городе есть еще много замечательного и прекрасного. И самое главное – это его жители. На земле Павлопасадского появилось на свет немало героев и знаменитостей. Это и дважды герой Советского Союза, космонавт номер 5 Валерий Быковский, совершивший три полета в космос. И знаменитый актер, народный артист СССР Вячеслав Тихонов, известный всем россиянам в роли Штирлица, герой эпохального фильма и множества анекдотов. Ведь не зря в народе говорят, если про тебя сочиняют анекдоты, значит, ты знаменит. Здесь вырастили немало спортивных звезд. Это и Наталья Коширина, чемпионка мира по силовому троеборю, и Наталья Петрусева, олимпийская чемпионка 80-го года по генкобежному спорту, и Андрей Прокунин, чемпион мира по биатлону 98-го года среди юношей. За последние годы работы и администрации города Павловский Посад удалось значительно обновить облик города и улучшить условия жизни горожан. С каждым годом все больше средств из городского бюджета выделяется на ремонт и содержание дорог. В надлежащий порядок были проведены все парки, скверы и памятные места города. Оборудуются новые детские площадки, а зимой катки и новогодние елки. Учреждения культуры и спорта, находящиеся на балансе городской администрации, успешно функционируют и приносят доход. В Павловском Посаде появились красивые современные здания. Только за прошлый год было введено в строй почти 38 тысяч квадратных метров жилой площади. Я живу в Павловском Посаде. Мне очень нравится этот город. Павловский Посад сегодня – это город с населением почти 63 тысячи человек. Мы помним наших героев и тех, кто прославил наш город на весь мир, и тех, кто защищал нашу родину, а фашистских захватчиков. Мы умеем работать на совесть и отдыхать от души. Мы любим наш город. С праздником вас, дорогие Павлово-Пасадцы! Как хорошо был по-русски назван! Павловским Посадом был назван он! Продолжение следует... Продолжение следует...